В администрации района состоялось совещание, на котором было обсуждено развитие спорта в регионе, в том числе и в Кашхабльском районе. Подобные мероприятия Комитетом Республики Адыгея по физической культуре и спорта запланированы во всех районах республики. В работе совещания принимали участие глава района Заур Хамирзов, председатель Комитета по физической культуре и спорта Республики Мурат Дагужиев, специалисты и начальники отделов Республиканского спорткомитета, спортивные тренеры Кашхабльского района. О значимости проведения данного совещания рассказал руководитель спорткомитета Мурат Дагужиев. Основная тема – это развитие спортивной отрасли, спортивного направления в деятельности района, в жизни района во всех аспектах. Спорт высших достижений, подготовка резерва, массовый спорт, физическая культура и исполнение целевых показателей. Я хочу напомнить, что показатель систематически занимающихся физической культуры, вовлеченных к систематическим занятиям, он четвертый по значимости в числе тех, которые входят в оценку деятельности главы региона. На повестке дня значилось немало актуальных вопросов. Начальник отдела организационной и физкультурно-массовой работы Артур Тхайцухов начал свой доклад с вопроса создания школьной спортивной лиги на территории района. Первый вопрос у нас – это развитие школьного спорта. В данном направлении Министерством образования и науки Республики Адыгеи комитетом совместно проводится очень большая работа в данный момент. Простыми словами хочу объяснить, в каждой школе общеобразовательной есть школьный спортивный клуб. В вашем районе тоже они, в каждой школе имеется. Для чего они созданы? Чтобы в дальнейшем сделать школьную спортивную лигу. Школьную спортивную лигу необходимо сделать в муниципалитете до начала учебного года 2023-2024 года, то есть к сентябрю. Делается положение о создании школьной спортивной лиги Кашхабельского района. И в течение года это мероприятие, в принципе, дублирует спартакеаду. Среди школьных спортивных клубов проводятся спортивные мероприятия, физкультурно-массовые. Следующий немаловажный вопрос, который затронул докладчик – это наличие спортивных инструкторов в муниципальном образовании. Глава республики очень большое внимание оказывает этому направлению в данный момент – спортинструктор населения. Зачастую у нас в каждом сельском поселении нет человека, который ответственен за физкультурно-массовую работу, а он нужен. Детьми занимается школьный учитель или тренер ДСШ, а потом человек заканчивает школу, и он не занимается спортом, а наша задача – вовлечение таких людей в спортивную жизнь. В данный момент комитетом с прошлого года ведется активная работа в республике. И, конечно, очень большим примером хорошим является и Герухайское сельское поселение в вашем районе. Плоды этой работы уже видны в данный момент, хотя она начата, в принципе, только в 2022 году. Большую работу делают, это и в школьном спорте, да, мальчики, девочки охваченные, школьные, они занимаются. Если девочки – это волейбол, то мальчики – это футбол. Ну, я такое самое массовое говорю, да, что мы видим, что мы видим, и работа в соцсетях ведется, и опять же вся республика ведет эту работу. Опять же, взрослый возраст возьмем. Команда прекрасно выступала и Герухая в зимнем первенстве, отыграли все игры, достойно представляли сельское поселение. Нам бы побольше таких примеров. Ну, кроме как слов благодарности и хвалебных слов, другого слова, ну, других слов нету за это поселение. Тоже неплохо работает и Блиджипсинское поселение, тоже работа ведется. И хотелось бы, чтобы в каждом сельском поселении, если здесь присутствуют главы сельских поселений, чтобы эта работа вот велась и у вас. Сейчас ведется активное строительство спортивных комплексов. По примеру вот Герухайского сельского поселения, Блиджипсинского сельского поселения, я бы перенял у них вот эту работу. Участники совещания обсудили предстоящие мероприятия, приуроченные к празднованию столетия спортивной отрасли, увеличение доли граждан, систематически занимающихся спортом. Было озвучено немало предложений по развитию физической культуры и спорта в Кашхамском районе.